Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня хочу затронуть тему всхожести. Сейчас эта тема актуальна. Все мы замачиваем семена, обрабатываем перед посевами, перед посадками. Я хочу рассказать вам случай, который произошел со мной несколько дней назад, чтобы предостеречь вас от тех же ошибок, которые совершила я. Несмотря на то, что я считаю себя опытным садоводом. Я всегда читала, что семена, которые мы собираем, можно разделить на хорошие и плохие методом опускания их в жидкость. Так как я собираю свои семена, у меня много, вот это 2016 год, начала делать ревизию, нашла много старых семян. И перед тем, как их выбросить, вот были перцы пятилетней давности, перед тем, как их выбросить, я их решила разделить на хорошие и плохие, все-таки хорошие оставить. Вот так вот насыпала их. Видите, они как говорят, что хорошие падают на дно, а плохие вот здесь вот болтаются. У меня они разделились на две части. Плохие всплыли, типа плохие, а хорошие осели. Я недолго думаю, все вот эти верхние семена выгребала ложкой, прямо у меня получилась хорошая кучка полстаканчика, и хотела их выбросить. Но так как я проверяю все на себе, на своем опыте, я решила все-таки проверить, верно ли это утверждение, что вверху болтаются только плохие семена. Я присыпала их землей, полила водой. Результат налицо, вы видите. У меня вылез такой мох семян, я так огорчилась, мне не нужно столько рассады этого перца, например, вот это желтый слон. Мне их так жалко, и я хочу вас вот как оградить от такой ошибки. Если семена всплыли наверх, значит это еще ничего не значит. И то, что пишут, что там плохие семена, значит это неправда. У меня они проклюнулись и взошли все, вы сами видите, вот эта вот вся ватага. Так что если вы замачиваете, например, семена, и у вас вверх всплыли, вы их не выбрасывайте. Пусть они у вас до конца замочки побудут, потому что некоторые потом, может быть, упадут. Не знаю, почему они одни всплывают, а другие вот, например, вот там сразу. Но я вам вот рассказала, что произошло у меня несколько дней назад. Я вот эти все верхние семена помочила, мокрой земли добавила. Они оказались тоже все всхожие. Так что вот о всхожести нельзя судить, потому что они вверх всплывают. Вообще о всхожести семян. Томаты очень длительный срок у них в схожести семь. Вот свои у меня семена даже до девяти лет. После девяти лет хранения и то они дают результат. Перцы поменьше им дают обычно два-три года, четыре лучше. Ну вот видите, и пятилетние семена перца. У меня вот такие растения, да все они сильные, крепкие, никакие какие-то не больные. Прямо они так все вылезли. Вот. Это называется урок. Урок для меня. А теперь и для всех вас. Что семена, скорее всего, по этому принципу разделять не нужно. Вот я подержала вчера стакан, не стала отделять, которые были наверху. Они в конце концов почти все опали. Почти все опали, там три осталось. Это значит, что вверху вот эти, которые плавают, они тоже хорошие. Все. Кто не в друзьях, добавляйтесь. Принимаем всех. Будем изучать все-все мелочи шаг за шагом. Будем идти к богатым урожаям. Будем все вот эти нюансы раскрывать и делиться друг с другом секретами. Все. С вами была Ольга Чернова. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.